Парк открыт для посещения Парк открыт для предложений и пожеланий по благоустройству парка. Градоначальник в ходе осмотра результатов работ также выразил уверенность, что новое место отдыха доставит огромное удовольствие жителям и гостям города. Овсяников напомнил, что земельный участок находился в собственности епархии и на время проведения работ был передан городу. В ближайшее время благоустроенная территория со всеми постройками будет возвращена в ведение Русской Православной Церкви. Напомним, что реконструкция и благоустройство 3,6 гектаров территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия, началась чуть больше года назад. «Была проделана огромная работа, проложены все коммуникации, парк освещен в вечернее и ночное время, все дорожки вымощены брусчаткой. Сделаны видовые площадки, павильон, в котором можно укрыться в ветреную погоду, оборудованы туалеты. По периметру сделана ограда в стилистике монастырской, отсыпана дорога», – рассказал исполнительный директор компании-подрядчика Александр Бровкин. На территории предусмотрена парковка на 55 автомобилей. До 1 апреля планируется заасфальтировать дорогу, ведущую от Фиолентовского шоссе до ворот парка. Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь является православным мужским монастырем, который расположен у Черноморского побережья рядом с мысом Фиолент. По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Продолжение следует...